Аллах, Велик Он и Возвышен, повелел нам призывать людей к Единому Слову. Аллах сказал, скажи, о люди Писания, давайте придем к Единому Слову для нас и для вас. Что это за слово? О том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей, и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Давайте, объединимся на поклонении одному Аллаху, у которого нет сотоварищей. Аллах – это тот, кто недоволен тем, чтобы кому-то поклонялись наряду с Ним. Аллах – это тот, кто не брал себе ни супругу, ни сына. Аллах – тот, чье владычество на небесах, чье величие на земле. И Он, Велик Он и Возвышен, не нуждается в том, чтобы брать себе супругу или сына. Первые слова, которые Иисус, мир ему, сказал людям, поистине «Я раб Аллаха». Так сказал Мессия, мир ему. И недопустимо приписывать Ему что-либо, чего Он не говорил, или призывать к чему-либо, к чему Он не призывал. Согласно вероубеждениям, вероубеждениям мусульман относительно Иисуса, сына Марии, мир ему и его матери. Он – один из пророков Аллаха, посланник Аллаха. Он – слово Аллаха, дух от Аллаха и слово, которое Он послал Марии. Такими пришли сообщения в книге Аллаха и в словах того, кто не говорил по прихоти, нашего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Иисус занимает величайшее место в исламской общине, которого не достигают остальные пророки и посланники, да пребудет над ними всеми мир и благословение Аллаха. Мы любим Иисуса. Любить Его нас научил наш пророк Мухаммад. Он сообщил нам, что Иисус был пророком и посланником, и что Он сообщил Своим современникам благою весть о приходе нашего пророка. Иисус сказал, и чтобы сообщить благою весть о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад. К Иисусу, мир ему, у нас особенная любовь, так как Он наиболее близок к нашей умме. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал в хадисе, «Из всех людей я наиболее близок Иисусу, сыну Марии, и между мной и им не было пророков». В хадисе, приводящемся у Аль-Бухари, пророк, мир ему и благословение, говорит, «Я наиболее близок к Иисусу, сыну Марии, в этом мире и в мире вечном». Также, как мы верим в Мухаммада, мы верим и в Иисуса, и в других пророков. И если кто-либо из нас возненавидит Иисуса или не будет верить в Него, он становится кафером, неверующим во всех пророков. Это призыв к нашим друзьям, с которыми мы пересекаемся по работе, с которыми мы живем рядом, с соседями. Мы видим их во многих местах, мы работаем с ними, и они работают с нами. Это призыв для большого количества людей Писания. Для тех христиан, кто считает себя последователем Иисуса. Это призыв всем нам вернуться к любви всех пророков, к единобожию, которая Всевышний Аллах вменил людям в обязанность. Если мы посмотрим на призыв этих людей, мы обнаружим, что этот призыв совпадает в своих целях и содержимым. Аллах сказал в Коране, «Он узаконил для вас в религии то, что заповедовал Ною, и то, что мы внушили тебе в откровении, и то, что мы заповедовали Аврааму, Моисею и Иисусу. Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее». Всевышний Аллах показывает единство человечества в достижении поклонения и говорит, «Воистину, это ваша религия, религия единая, я же ваш Господь, поклоняйтесь же мне». Иисус раб Аллаха, слово, которое Он послал Марьям, Дух от Аллаха, пророк, безгрешный, посланник, пришел с Евангелием. Мухаммад, да благословит его Аллах, приветствует, подтвердил его истинность, и он верил в Мухаммада. Так давайте, Всевышний Аллах повелел нам вести с вами разговор наилучшим образом, вести с вами диспуты лучшими словами. Как сказано в Коране, если вступаете в спорт с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Я говорю вам сейчас, наилучшим образом. Давайте придем к единому слову. Для нас и для вас, давайте вместе почитаем о том, что наш посланник говорил об Иисусе, и он любил его, восхвалял и почитал. Давайте также почитаем о том, что сказал Иисус о нашем пророке, и он также любил его, восхвалял и почитал. Так давайте же придем к единому слову. Давайте засвидетельствуем, что Иисус, мир ему, и Мухаммад, мир ему, одни из пророков, посланников Аллаха. Это призыв ко всем христианам. Призыв ко всем, кто вырос, считая, что человек — это сын Аллаха Великого и Возвышен. Это призыв к тому, чтобы поклоняться одному Аллаху. Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха.